Рынки-позиция Добрый день, господа. Спасибо, что принимаете участие. По традиции разбираем предыдущие рекомендации. Была сделана ставка на покупку валютной пары доллар-рубль со стороны нашей технической команды от уровня, который был актуален на момент дачи рекомендации. Это 63,057 примерно без дейк-профита и стоп-лосс. И рекомендация по закрытию торговой сессии сработала, поскольку котировка была 63,10, даже чуть больше, доходность составила бы 0,07%. Команда фундаментального анализа делала тоже ставку на валютную пару, но правда на короткую позицию по британскому фунту против американского доллара. И вот шорт был рекомендован с отложенным ордером от 1,2150, тейк-профит 1,20, стоп-лосс 1,23. Не до тейк-профита, не до стоп-лосса не дошло. И по закрытию торговой сессии, вот как мы видим на графике, после дачи рекомендации взметулся вверх британский фонд против американского доллара. И здесь была просадка по закрытию 0,27%. Таким образом, у нас техническая команда получает победный балл за понедельник, и счет сейчас 1,0 в пользу техников. Но продолжают все равно с начала текущего года с очень внушительным отрывом лидировать фундаментальные эксперты. И там у нас счет 116,97, поэтому все идет традиционно, даже 120,98. Таким образом, рассматриваем, продолжать ли нам держать валютную пару доллар-рубль. Скажите, пожалуйста, Игорь, какие у вас на эту тему соображения, и какие могут быть драйверы в ближайшее время в этой валютной паре? Добрый день, коллеги. Моя идея вообще на рынке, она заключается в том, что торгуем здесь и сейчас. Я очень не люблю долгосрок, средний срок. Поэтому, хотя я говорю о том, что, скорее всего, доллар будет доминировать, я бы не стал оставлять эту валютную пару у себя в валютном портфеле. Все-таки люблю полностью контролировать ситуацию на рынке. Уникальная ситуация. Ну что ж, Артем, по вашей рекомендации, в том числе, много новостей сегодня пришло. Во-первых, годовая инфляция в Великобритании в сентябре составила 1%, это выше прогнозов. Кроме того, уже после того, как мы с вами все обсуждали в эфире, Эрнст Янг, британская, к слову сказать, аудиторская компания, сообщила о том, что Великобритания покинула пятерку стран-лидеров по инвестиционной привлекательности. Ну, такой немножко парадокс. Сами себе, что называется, делают, подкладывают некие такие негативные вещи. Ну и Банк Англии, его представитель в эфире BBC Radio сообщил о том, что слабый британский фунт все-таки позволит смягчить экономические последствия. Ну вот, давайте посмотрим на взаимосвязь, возможно, годовой инфляции, слабого британского фунта и денежно-кредитной политики Банка Англии. Как все это можно связать воедино? Какие перспективы? Вот как раз все, что вы сейчас подметили, это еще один фундаментальный фактор подтверждения, который указывает на то, что фунт должен оставаться системным аутсайдером. Почему? Потому что мы будем продолжать наблюдать бешеные темпы оттока капитала, даже по самым скромным подсчетам. Вероятность того, что Англия будет терять больше 50 миллиардов фунтов ежегодно в течение 10-15 лет, очень высокая. На фоне Brexit? Конечно же, это главный фактор политико-экономической неопределенности. А что касается инфляции, которая вышла сегодня, то реакция рынка, может быть, сейчас не совсем логична, но здесь нужно прекрасно понимать то, что если растет инфляция, значит, нужно искать ответы в том, что показывает валюта. Безусловно, с 23 июня, вот прошло не так уж и много времени, скажем так, но фунт уже ввалился больше, чем на 15%, и, конечно же, стоило ожидать, что индекс потребительских цен в связи с этим будет расти. Но поскольку инфляция растет, это, на мой взгляд, настоящий якорь, в плохом смысле, безусловно, для потребительской активности. Поэтому можно говорить, что из-за роста инфляции пострадают показатели ВП, и валюта должна продолжать оставаться под давлением. Затронул Артем тему оттока капитала. Вот эти, Игорь, 50 миллиардов, о которых говорил Артем. Скажите, в какие страны, на какие рынки может перетечь? Вот, например, в отношении России сегодня расчеты Минэкономразвития просочились в СМИ и говорят о том, что приток капитала в Россию начнется не ранее, чем с 2023 года. Значит, мы уже не входим в тот список стран, куда могут претечь эти 50 миллиардов? Вы знаете, я в свое время, когда Brexit произошел, был одним из тех, кто вообще не верил в его возможность. Никто не верил. Да, я считал, что бить молотком себе по голове – это чисто наше занятие. Но нет, оказалось, британцы, они такие же, как и мы. Много общего, да, оказалось? Да, оказалось так. Надо посмотреть в глуби веков, может быть, у нас там какие-то связи, судя по их действиям. Но, говоря уже совершенно серьезно, конечно, они будут терять деньги. И, конечно, мы все надеемся, что часть из этих денежек придет в Россию и каким-то образом будет инвестировано у нас или хотя бы отдано под управление российским управляющим компаниям. Я, например, думаю, что это вполне возможно. Поэтому тут даже не надо думать о результате, надо бороться. То есть такую танкоподобную политику двигаемся в нужную нам сторону, а там посмотрим, что получится. Нетфликс еще накануне отчитался. И мы видели довольно активную реакцию на фондовой бирже. Я имею в виду в бумагах самого Нетфликса, который открылся гэпом вниз, потом ушел гораздо выше, чем был. В общем, такие американские горки. Ну что ж, прибыль за третий квартал выросла с 29,4 до 51,5 миллиона долларов. Очень существенный рост также продемонстрировали и показатели числа новых подписчиков сразу же практически после публикации этой отчетности, которую, вероятно, один из крупнейших американских инвестбанков Goldman Sachs счел позитивный. Он повысил целевую стоимость акций Нетфликс со 115 до 140 долларов сразу. При том, что сейчас в районе 100 торгуется. Артем, скажите, пожалуйста, есть ли перспективы, с вашей точки зрения, в Нетфликс? И какие есть рекомендации для инвесторов, которые сейчас нас смотрят? Прежде всего, стоит отметить, что для таких компаний, как Нетфликс, конечно же, одну из основополагающих ролей играет количество подписчиков. Даже по той отчетности, которую мы видели, эта фактическая цифра существенно произошла на ожидании. Прогноз был 300 тысяч, фактическая цифра, по-моему, больше 350. Что касается глобальной арены, там количество подписчиков выросло еще больше. Поэтому только исходя из этого мы можем сделать ставку, что такой позитивный фон, он должен быть по определению отыгран в динамике этих активов. Поэтому моя рекомендация, можно сейчас присмотреться с точки зрения покупок. От каких уровней, возможно, Игорь, присмотреться к Нетфликс? Знаете, я бы даже смотрел больше на редакционную политику, чем на ценовые уровни. Например, у них два известных события произошло. Это то, что включили впервые российский сериал в число фильмов. Сериал «Мажоры». Сериал «Мажор», да, вот Елена мне подсказывает. Я не глубокий специалист в сериалах, знаю только, что это случилось. А второй сериал, я, кстати, посмотрел, мне его порекомендовали настойчиво. Причем коллеги, тоже участники рынка, сказали, а посмотри, что снимает Нетфликс. Сам снимает фильм. Фильм «Наркос» называется, про наркобарона Эскобара. И там Эскобар, в общем-то, зверь в облике человеческом, наркобарон классический. Там предстает таким добрым, ласковым, заботливым. И я так задумался, это что, это вот такая политика редакционная Нетфликса? Ну что, они не только стримингом занимаются, но еще и снимают, может быть, в киностудию какую-то. Видимо, они пытаются какой-то новой, необычной точкой зрения привлечь клиентов. Но, видимо, пока это получается. У них это получается. Ну а сейчас, давайте посмотрим, что получится из сегодняшних рекомендаций наших команд. Начинается техническая команда. Пожалуйста, Игорь, ваши две минуты. Спасибо, Елена. Сегодня мы попробуем с вами продавать нефть. Собственно, эта тема вчера обсуждалась у нас с коллегами. И мы увидели на графиках следующее обстоятельство. Во-первых, нефть росла, мы говорим о ноябрьском контракте на московской бирже, она росла на протяжении четырех недель. Это считается уже такая предельная величина, и коррекция просто напрашивается. На дневном графике мы увидели, что мы три дня бились в отметку 52 доллара за баррель, ее не пробили, и наше предположение на сегодня, которое я прислал до начала торговой сессии, оно заключается в том, что побьется еще нефть в отметку 52 доллара за баррель и отскочит. Возможно, даже достаточно глубоко. Поэтому я продал нефть на открытии. Предполагается, она где-то была, первые цены на рынке были где-то в районе 51 доллара 68 центов за баррель. И тейк-профит поставил достаточно глубоко на уровне 50 долларов за баррель. На мой взгляд, все будет решаться на вечерней сессии, когда выйдет Америка со своими макроэкономическими показателями. Но, надеюсь, к полуночи увидеть цену ниже моей цены продажи. Будет ли тейк-профит или нет, во многом зависит от цифр, которые мы увидим по макроэкономике во второй половине дня. А увидим ли мы стоп-лосс? Будете ли вы его восстанавливать? И давайте обозначим все-таки конкретную точку входа. Это 51.68, но ее может уже не быть по актуальности, либо какую-то иную. Ну, я поскольку утром до 10 утра присылал, я предполагал, что мы как бы зафиксируемся, во всяком случае так. Обратился с такой просьбой, зафиксируем ее на 51.68. Сейчас цена выше, то есть я ничего не выигрываю. Я просто думаю, что мы побьемся в течение дня, в 52 снизу, и затем только во второй половине дня, может быть, даже после 16.30, уйдем вниз. Без стоп-лосса? Без стоп-лосса, потому что невозможно предугадать, как высоко мы побьемся наверх. Спасибо. Артем, два слова буквально про нефть. Поскольку сегодня, насколько я понимаю, в 23.30 выходят данные от Американского института нефти. Какие у вас на этот счет соображения? И в частности, сегодня Международное энергетическое агентство говорит о том, что добыча сланцевой нефти продолжит снижаться в ноябре в Соединенных Штатах. Вы знаете, я традиционно, те, кто знаком с моим аналитическим творчеством, скажем так, являюсь медведем по нефти. То есть я не верю в то, что этот актив может расти позиционно, долгосрочно, поскольку вижу массу фундаментальных причин, указывающих на то, что этот инструмент будет оставаться аутсайдером. Сегодня от Американского института нефти я жду статистику, которая поспособствует коррекционной идее. Потому что на прошлой неделе мы уже получили первый сигнал роста запасов. И я надеюсь, что сегодня будет второй знак, что позволит там уйти уже на тенденцию. Поэтому, может быть, даже поспорил с Международным энергетическим агентством. Вполне возможно, что в этом месяце и они увидят сокращение. Но здесь не нужно быть 7,5, чтобы прекрасно понимать, что количество платформ логично должно подстегивать и производство. Спасибо, Артем. Ну а теперь, конечно же, ваши сегодняшние рекомендации. Две минуты. Добрый день, уважаемые трейдеры. Сегодня я предлагаю вам сделку, которая предполагает покупку американской валюты против иены. И параллельно с этим рекомендую приурочить эту идею под очень важное фундаментальное событие, которое будет опубликовано сегодня в 15.30 по московскому времени. Это индекс CPI, показатель инфляции. Он имеет очень важное значение. Но даже если оттолкнуться от того фактора, что это значимая новость, мы должны прекрасно понимать то, что такая статистика может серьезно поднять шансы ФРС на повышение процентной ставки. И есть ли основания, сегодня мы увидим хорошие цифры. Я считаю, что их очень много. Во-первых, у нас в прошлую пятницу был очень сильный отчет по рыночным продажам. Действительно, оказались они лучше прогноза, ожидания рынка. После этого вышел также американский реликс по индексу цен производителей, который предопределяет будущие показатели по инфляции. И если параллельно с этим еще вспомнить последний non-farm perils, то есть когда мы анализируем не только количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, но еще и смотрим за динамикой роста заработных вклад, я считаю, что у нас есть еще один фактор, который может свидетельствовать о том, что все-таки инфляция вырастет. Если вернуться к позиционированию в рамках ФРС, сейчас перевес голосов в пользу того, чтобы не повышать ставки, 3 на 3, по-моему, больше. И все вот эти трое из тех членов, которые голосуют против повышения процентной ставки, цепляются за крайне низкие значения по инфляции. Поэтому, если сегодня все пойдет по маслу, и мы увидим прирост, что вполне возможно, позиционирование в рамках ФРС изменится. И, соответственно, это позволит нам увидеть логичное отражение такого подхода в динамике и росте американцев. Поэтому моя идея, опять же к ней возвращаясь, предполагает рост против японской валюты. Войти в сделку можно с текущих значений. Тейк-профит можно выставить на отметке 105. Почему бы нет? Стоп-лосс? Что касается стоп-лосса, то я думаю, что его можно затащить в район 102 и 8. Спасибо большое. Команду технического анализа на текущей неделе представляет Игорь Суздальцев, генеральный директор ИКТ Менеджмента. Фундаментальную команду поддерживает Артем Деев, ведущий аналитик инвестиционной компании Амаркетс. С вами были «Рунки позиций» Елена Крупова. Не переключайтесь, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok